Уже второй год в Забайкалье проходит форум «Время жить», приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. Краевой наркодиспансер собирает тех, кто уже поборол зависимость, и тех, кто только встает на путь исправления, чтобы показать, что жизнь может быть яркой и без психоактивных веществ. Организаторы уверены, благодаря удачному опыту излечившихся, нынешние пациенты идут к победе над болезнью более уверенно. Благодаря такому форуму, общению в неформальной обстановке, удается достичь очень хороших продуктивных результатов. Антон и Анна, имена героев в их интересах изменены, уже 9,5 лет не принимают алкоголь, даже по чуть-чуть и даже на Новый год. В этом им помогла реабилитация. Вспоминают, как жизнь однажды пошла под откос, и они могли лишиться детей или оказаться в тюрьме. На тот момент, когда была проблема, я этого не осознавал. Мне это употребление нравилось, я не понимал, что это проблема. Лишь только родители и близкие друзья мне говорили об этом. Сопротивлялся, все шло до тех пор, пока не начались проблемы с законом. Я не знаю, я не собиралась бросать пить, тревогу забила мама, потом сестра, потому что у меня были маленькие дети. Меня изначально хотели закопировать, и пошла я на Верхоленскую, попала к врачу-маркологу, мне дали направление на реабилитацию. Конечно, это было для меня очень страшно, жутко, три месяца без связи, безо всего. Но, тем не менее, было условие, либо детей забираем, либо ты проходишь реабилитацию. Попробовала, получилось. Страх потерять своих детей для многих является решающим фактором для того, чтобы пойти на лечение. Кто-то идет добровольно, а кто-то по решению суда. Основная задача Комиссии по делам несовершеннолетних – это сохранить детей в семье и сделать все возможное, чтобы родители прошли определенный курс реабилитации. Ну и, соответственно, было хорошо и семье, и детям. То есть родители, те, кто заинтересован в том, чтобы сохранить детей в семье, чтобы вернуться к нормальному здоровому образу жизни, они очень продуктивно с нами работают. Участники форума посетили несколько площадок, такие как арт-терапия, медитация, психологические тренинги, на которых поняли, что борьба с зависимостью – это каждодневный выбор в пользу лучшей жизни. Евгения Бузлаева, Антон Носов, РТК Забайкалье.